Здравствуйте, мои дорогие! На что уже потеряли надежду, но это произойдет? Вот такая вот сегодня у нас тема. Давайте посмотрим, на что была надежда когда-то, потом потеряли ее, но это произойдет. Посмотрим, ждать ли то, что вы надеетесь. Давайте, на что была надежда? Так, на десяточку кубков... Угу. Была надежда. Я вам так скажу. Была надежда с какой-то дамой помириться. Строгая для вас, жесткая какая-то ситуация. Была надежда, чтобы эта женщина, как то ли семья у вас с ней была. Мои дорогие, если вы мужчина, это вот как может быть... Но это мне как... А кто эта женщина вам? Кто эта женщина вам? О чем здесь речь, рыцарь жезлов? О, нет, девочки, мальчики. Здесь ситуация нелюбовная. Здесь ситуация, будто бы два человека родных. Между ними что-то происходит, как какая-то вражда, как минимум, да. Как минимум. Ну, как минимум недопонимание какое-то. И вот была когда-то надежда у вас. Потом вы её просто тупо потеряли, эту надежду, что с этим человеком у вас будет взаимопонимание, что как-то родится что-то новое. Но это не любовная тема. Это семейная тема. И вы эти попытки как-то делали что-то, доказать этому человеку, что вы вот хорошая, либо вы хороший, что вы можете больше, но... что вы тоже заслуживаете на любовь, на понимание. Но этот человек вас не понимал. Вы как с открытыми глазками такие, такая наивная, либо наивные приходите и показываете что-то, вот своё... Душу раскрываете, а получаете взамен вот десятку мечей. И понимаете, что всё, закрываюсь опять и ничего не буду говорить, и ничего не буду раскрывать, да, душу не буду раскрывать. И потом опять. И вот этот какой-то замкнутый круг вас привёл к тому, что вы потеряли надежду с этим человеком помириться. Но тут говорят, что тут идёт. Идёт мир. Что идёт? Что идёт? На что не надеялись? Это будет? Это что? Вот с этим человеком. Вы знаете, вы как узнаете друг друга больше. Идёт что-то не очень быстрое. Благодаря тому, что между вами было, вы как познаёте, познаёте каждый себя, познаёт каждый, каждый свою душу. Каждый в своей башне, находясь, в разрушенном каком-то, вот тот человек точно так же к вам, слушайте. Очень странно, но вы просто разные. Это может быть, ну, тут родной человек, брат, мама, отец. Вот что-то такое идёт прям. Мне кажется, я случайно щёлкнула этот микрофон. Я не заметила. тут идёт такая ситуация, именно семейная, да, башня. Какая-то тайна будет раскрываться. Что здесь? Вы, ну, вы как помиритесь, вы помиритесь, да, вы помиритесь с этим человеком. Надежды не было, но у вас будет взаимопонимание. Вы сядете, поговорите. Это будет такой душевный разговор. Вы выберите ту дорогу, чтобы встретиться всё-таки, да, и это будет душевный разговор. Пойдёт ли он на пользу дальше? Вот это примирение. Девяточка жезлов. Пойдёт ли... Ну, тут, знаете, как нужно всегда будет держать себя в руках, да, потому что тут постоянно на грани какого-то срыва. Вы очень сильные личности, обе, или оба, или один, и другой, и другая. Но при правильном своём отношении к данной ситуации, да, то есть понимать человека, вы найдёте всё-таки путь правильный, да, вот с этим человеком. Это не любовные отношения. Повторяюсь, не пишите, девочки. Тут просто вот говорят, что здесь как человек семейный, всё. Два родных человека. Могут быть это любовные отношения мужчина-женщина? Нет, это что-то другое. Это два одинаковых характера. Вот, нашла коса на камень. Вот так вот может быть. Два одинаковых характера, и не можете существовать на одной территории. Но будет всё-таки победа у вас, будет. Вы знаете, что в большей перспективе, в дальней перспективе это принесёт большой какой-то шанс вам в жизни. Вам. Вот вы боитесь, а в любом случае здесь будет медленно какое-то интересное продвижение вас. Я просто вижу, что кто-то уже и не сильно и желает этого. Или боится. Вот даже не так. Не то, что не желает. Желает, но как-то так. Он говорит, вы говорите, что вот допустим, я это сделаю, и что будет? Всё равно же пойдёт всё по накатанной. Всё так, как было раньше. Лучше не трогать, чтобы, ну как, не разворошить. Вот как-то так вы думаете. Вы не хотите с этим человеком сесть и поплакать. Вот кто-то так. Но говорят, что вот ваша активность, она приведёт к добру. К добру. Да. И это, между прочим, большой вклад в ваше будущее даже с мужчиной. Вот такая ситуация. Большой вклад в ваше будущее. В отношениях с противоположным полом. Давайте так. Если вы мужчина с женщинами, то есть это большой вклад в отношения с противоположным полом. Вот как-то мир с этим человеком. А если вы не помиритесь, вот допустим, кто-то не хочет, я чувствую. восьмёрка мечевая. кто-то держит в себе вот эту энергию. Сложно. Очень сложно. Но у вас всё равно будет какая-то такая тема помириться, да, прийти к миру. Тогда вы помиритесь. Смотрите, если вы не помиритесь до того, как наладите свою жизнь, вы сначала наладите свою жизнь, а потом помиритесь. Тут всё равно идёт мир. У вас как кармическая какая-то такая ситуация, когда с членом вашей семьи есть причём родным, близким, я бы так сказала, очень близким. У вас идёт мир. Вот для многих это может быть как старшая какая-то женщина. Или вы такую позицию держали. Это произойдёт, произойдёт. Хорошо, что ещё? Что ещё? Что-то может такое произойти, на что вы когда-то надеялись, потом потеряли эту надежду, и в итоге это произойдёт. Что это? Так, что-то потеряли надежду. Ну, вот произойдёт какой-то, смотрите, император, либо, если вы мужчина, смотрите, вы станете очень богатым человеком. Если вы женщина, здесь говорят, что вы будете жить в достатке, семейная такая прям идиллия, вот семейная идиллия, и у вас будет действительно крепкая основа, крепкая опора. И вот возможно, здесь мужчину показывают как императора. Это невероятно просто. То есть, на что вы уже потеряли надежду, вы это получаете. Но вот тут интересно, через Пажа Пентаклий. Что это значит? Кто такой Паж Пентаклий? Это король Пентаклий. Слушайте, это ваш король Пентаклий. Почему он Паж Пентаклий? Ну, он как-то в чём-то уступает вам. Он же император, он же Паж Пентаклий, король Пентаклий. Это может быть ведение бизнеса или это отношения? может быть. Ну, почему-то вот как в комплексе с кем-то, как с кем-то, если вы женщина, вы с мужчиной, создаете вот это такое семейное богатство, семейное традиции сюда входит. Всё, что касается семейного благополучия. Вот замечательно, смотрите, первая карта тоже десяточка и вторая десяточка две смотрят в одно направление. У вас реализуется то, что вы когда-то хотели? А знаете, когда, вот реально, когда надежда теряется, человек способен всё-таки переступая вот эту черту, просто сидеть и надеяться, человек достигает то, что хочет. Тут победа идёт. И это вам, кстати, говорят, что реально судьбой назначено такое счастье. Но почему-то нужно было вам пройти через тяжесть, достигая этого. Вы будете вдохновлены этим процессом, даже когда только это начнёт зарождаться. Хотя это сейчас уже зарождается, но постепенно-постепенно вы почувствуете, что это есть в вашей жизни. Это будет. Хорошо, давайте посмотрим, каким образом вам поступать сейчас, чтобы какие предостережения, чтобы добиться. А если это касательно, например, семейного бизнеса, просто думать об этой цели, как о достижимой цели. Не бояться того, что кто-то может повлиять. Нужно просто влиять на тех, кто вам мешает. и вы достигнете. Тут у нас идёт всё-таки колесница попадания в цель. Самое главное тут это принять, что вы счастливы, что вы имеете своё право на счастье. и просто тупо знать это. Не то, что верить, это знать. По крайней мере, сейчас есть какие-то первые шаги, планирование к вашей счастливой жизни. хорошо, давайте ещё посмотрим, будет ли что-то исполняться. На что вы раньше надеялись, потом потеряли надежду, но это сбудется. вышло что-то. Так, здесь двоечка, ну-ка, о чём здесь открывается дверь, открывается дверь, но тут нужен какой-то рабочий процесс ваш, запущен, поработать ещё над этим в осознании. Какая-то правда вам открывается, но правда здесь идёт интересно, вы как открываете истину, вот, истину какую-то, но над этим нужно поработать. Вы этого хотели когда-то? Может быть что-то в чём здесь? Ну здесь нужно проявление такой даже мужской энергии для того, чтобы это прям получить. Двери открыты уже, вы хотели, чтобы это было для того, чтобы поднять какую-то истину. Там нужно провести ещё некие работы. Так, у вас есть какие-то сейчас ассоциации? Потому что я вот прям прочитала карты. К чему открыты двери? Понадобится вот при работе над этим, возможно, над своим каким-то качеством, видение, да, потому что здесь у нас вот как третий глаз, да, человек что-то видит. К этому нужно приложить что-то, что у вас вот есть как женская половина, и мужская. Вот ваши мужские качества, доставайте активности, планирования и действия, стойкости в этом плане. Ну и тут будет проявлен творчество, вам будет что показать миру. Вы этого достигнете, вы хотели этого когда-то, потом потеряли надежду, а теперь понимаете, что вот-вот это и сбудется. Будет ли еще что-то? Будет ли еще что-то? Давайте посмотрим, что же это? На что надежда пропала? Обхитрить дьявола, обхитрить, обойти и пойти своим путем. Вот, дьявол, у каждого свой, какая-то привязка, какая-то зависимость, вот, обхитрить своего дьявола и идти своим путем в осознанном, освобожденном в каком-то виде. Потому что сейчас вам кажется, что это нереально. Вам это удастся. Давайте посмотрим сюда рекомендацию, что тут нужно делать вам, что нужно делать вам. Десятка мещей. Тут надо просто четко покончить с этим и выбрать правильный путь. Видите как, тут зависимость, все-таки зависимость от чего-то, от кого-то. Есть какие-то тяга к чему-то, зависимость, причем нездоровое что-то, что в итоге, когда вы получаете это, через какое-то время, вы понимаете, что откат конкретно идет вам по вашему, не знаю, состоянию физическому, здоровью и так далее, состоянию психическому, что-то вот идет, как потом вы страдаете, когда получаете это, потом вы страдаете, после этого еще больше. победить дьявола, своего или родного человека, ну тут вроде как своего, у вас получится освободиться, это полное освобождение, через, знаете как, через когда, очень так интересно идет, на примере курения, сейчас покажу, ну тут же может быть зависимость к человеку какая-то, вернее от человека, тяга к чему-то такому, химическому, не знаю, природному или неприродному, тут все, вкладываете сюда в этого дьявола, своего дьявола, а вы идете через состояние тошноты, вот как с курением, когда человек может выкуривая последнюю свою сигарету, просто вот состояние вот этой тошноты, когда все, ну тут уже хватит, или любая другая зависимость, вложите сюда все, что вы можете только представить, если вам нужно избавиться от этого, это есть у вас, вот эта сила есть, которая может избавить вас от этого, и у вас будет победа в ваших руках, то даже, допустим, те люди, которые видели если таковы были, которые видели, что у вас это есть, да, зависимость, они вам будут аплодировать после того, когда вы реально четко на 100% избавитесь от нее, ну если таковое было, да, присутствие третьих лиц, которые могли как-то поддерживать вас, а вы не могли справиться с этим, хорошо, а это замечательно просто, главное, вот эта внутренняя сила, пускай она срабатывает у вас, и вы достигнете потрясающего результата, вы будете новым, свежим, молодым, красивым человеком, так, дальше, что еще, давайте смотреть, есть тут такое что-то еще, ну что вы, вы когда-то в детстве хотели что-то получить, у вас была какая-то маленькая, это не было даже мечтой, вы в детстве имели уже цель, вы это получаете, что-то, что вы загадывали в детстве, и это не было мечтой, это была вот реальная цель, вы получите ее, вы получите и будете ее иметь, спокойно, спокойно получите ее, а что это такое? Тут идет вот состояние императрицы, может быть, кто-то имел такую цель, ну давайте так, это мы можем сюда вкладывать вот ту вашу цель, да, то есть вот это состояние, когда вы получите на сто процентов и больше, вы свою цель получаете на сто процентов и больше даже с лихвой, даже еще с каким-то добавлением, даже в лучшем виде, вот так вот эта карта говорит, что вы загадывали? ну у каждого наверное что-то свое, ну опять идет, будет исполнение, стопроцентное исполнение, плюс еще что-то, какой-то подарок к этому, мечта исполнится, вы прям дотянетесь до этой мечты, ну как интересно здесь получается, вы ребенком имели цель, это не была мечта, это была цель, восторг просто, просто восторг, да будет так, сюда я бы хотела какие-то рекомендации, предостережения, может кто-то там лезет сюда, как обычно, рекомендации, тройка мечей, избавиться от тройки мечей, просто обновиться, вот смотрите, не делайте того, что вам приносит, такое знаете, сердечную прям раны, боль, не нужно себя заставлять страдать, вот почему-то так, что-то вас заставляло страдать, не идите туда, пожалуйста, лучше получить какое-то обнуление, обновление, и вы достигнете этой мечты, но я не могу, прям карты идут замечательные сейчас, опять же, этот человек достиг только потому, что он прошел вот эту тройку мечей, надо было пройти сквозь нее, через нее, пережить эту боль и оставить ее, обнулиться, отказаться, завершить это, через страх, через состояние, казалось бы, одиночества, и я бы так сказала, вот эта карта, она иерофант показывает, но тут какой-то отшельник, да, когда вы слышите только себя, но тут же еще и нам хотят сказать, что это иерофант, он может показать людям таким же, как и он, путь пройденный, вот этот духовный путь, вы можете этот путь пройти до своего совершенства, это прям какое-то интересное здесь, все, и я думаю, что сейчас достаточно, мои дорогие, я бы хотела посмотреть сейчас рекомендации, да, какие-то предостережения, общее, так, рекомендации у нас идут, угу, и что тут, это какая-то ссора идет с королем кубков, остановите конфликт с королем кубков, в смысле, вы будете останавливать, ворот, джезлов, не конфликтуйте с каким-то королем кубков, вот говорят, вы это можете, причем энергия не такая, когда нужно хлопнуть дверью, а тут какая-то такая активная такая энергия, веселая, зажигательная, не знаю, переведите в шутку какую-то, какой-то конфликт, кто такой король кубков, ну тут у каждого свой король кубков, какой-то мужчина, от нуля до ста лет, вы таким образом каждый раз, когда вы уныкаете, ну как, обходите вот этот конфликт, вы достигаете больше, 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 это как-то положительно влияет как на вас, так и на вот этого человека, держите баланс, вот так, вам помогает в это время Вселенная, мои дорогие, это все на сейчас, я благодарна, что вы были здесь со мной, спасибо вам за ваше присутствие, за ваши лайки, комментарии и финансовую поддержку, я читала комментарии под видео перед этим, спасибо вам, мои дорогие, за то, что ответили на вопрос, я читала каждый комментарий до самого конца, вы великолепны, это просто чудо, я даже там какие-то рекомендации получила по тому, как подлечить свой голос, вот, я воспользуюсь обязательно, ну мне уже немножко лучше, и я думаю, что ваши рекомендации, тем более, мне помогут, спасибо огромное, замечательно, что вы слушаете меня в разных местах, это что-то, это и доктора на ночных сменах, и, о боже, я уже даже не могу сейчас перечислить, ну так сразу в памяти, и женщины, которые за рулем, да, и мужчина, который, ну он не сказал где, да, ну в общем там очень много, очень много было написано, я все прочитала, мне так это понравилось, и даже написали те напитки, которые вы пьете, очень прикольные, у вас даже, я даже некоторые себе взяла на заметочку, попробовать, спасибо вам, мои дорогие, буду ждать вас на следующем видео, пускай вам вселенная в разы больше дарит добра, который вы несете сюда, и пока-пока, до сих пор, пока-пока, 4- Ads3-2-3-3-2-3-4-7-33-3-4-4-4-5-5-5-5-6-5-7-6-6-6-7-6-6-7-6-5-6-6-7-6-6-6-7-6-7-7-6-7-6-7-6-7-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7-7-6-7-6-7-7-y-7-7. Продолжение следует...